Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Семилетний ребенок доставлен в больницу после аварии на московском шоссе. Там столкнулись маршрутка и пассажирский автобус. Число конкурентов, бьющихся за право обладания хрустальным пеликаном, сократилось в пять раз. В Самаре подвели итоги первого этапа профессионального конкурса «Учитель года». Три автомобиля, четверо пострадавших, задействованы все экстренные службы. В Самаре прошли показательные тактические учения МЧС. 7 ноября в Самаре состоится традиционный парад памяти, что ожидает гостей праздника и ветеранов, обсудили сегодня организаторы. Искушение творчеством Пикассо. В Самаре открылась выставка знаменитого художника, которую еще не видели в России. Семилетний ребенок доставлен в больницу после аварии на московском шоссе, где столкнулись два пассажирских автобуса. Маршрутка врезалась в муниципальный транспорт. Из-за ДТП около двух часов было затруднено движение по московскому шоссе. С места аварии репортаж Марина Кравцовой. Авария произошла примерно в 11 часов в районе 19-го километра московского шоссе. Столкнулись муниципальный автобус и маршрутное такси. Муниципальный транспорт получил незначительные повреждения. А вот маршрутный автобус разбит достаточно сильно. Повреждена вся передняя часть и стекло, фары. Комментировать ситуацию водители транспорта отказываются, объясняя это шоковым состоянием. По предварительным данным, пострадали не меньше трех пассажиров, в том числе один ребенок. Как пояснили сотрудники автоинспекции, автобус 45-го маршрута выезжал с парковки на московское шоссе и поворачивал в направлении центра Самары. Маршрутка двигалась в сторону поселка Мехзавод. Столкнулись они на перекрестке. В муниципальном автобусе были только водитель и кондуктор. Пострадали пассажиры маршрутного такси. В автобусе, который двигался по московскому шоссе в сторону Мехзавода, находилось шесть пассажиров, двое из которых обратились за медицинской помощью. Это ребенок 7 лет и мужчина около лет 35-40. Пострадавших доставили в больницу. На легкие травмы пожаловался и водитель микроавтобуса. Все обстоятельства ДТП пока выясняют, кто виновник аварии, станет ясно по результатам проверки. Марина Кравцова, Григорий Пешаков, События. За день в Самаре происходят 2-3 аварии с пострадавшими. Ликвидировать чрезвычайную ситуацию и ее последствия, оказать помощь раненым быстро и на высоком уровне. Пусть и ежедневные, но сложные задачи всех подразделений МЧС. В Самаре прошли показательные учения по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП. За работой спасателей наблюдала Олеся Корецкая. Авария с тремя машинами. Столкнулись автобус, бензовоз и легковой автомобиль. Пострадали 4 человека. Разлился и загорелся бензин. Это легенда для показательных учений всех служб МЧС. Больше всего не повезло манекенам. Их зажало в машине. У них сильные повреждения. Достать пострадавших можно только разрезав автомобиль. Авария сложная. Задействованы все. Пожарные, скорая помощь, медицина катастроф, спасатели. Такие учения проходят раз в три месяца. Среагировали быстро, отработали. Действие слажено и правильно. Данные учения нужны для того, чтобы личный состав знал, как действовать в той или иной ситуации. Опять же, слаженность действий между реагирующими подразделениями. В Самаре каждый месяц в среднем происходит 100 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В городе аварии с тремя автомобилями случаются нечасто. Но готовыми нужно быть ко всему. На тренировках главное научиться действовать быстро. Ведь на месте реального ДТП время – самый ценный ресурс. В основном все это на месте, потому что по вызову нам не всегда передают полную информацию. Информация получается по прибытию. Осложняется только тем, что у нас слишком много пробок на дорогах. А уступают дорогу? Когда как. Часто работу спасателям невольно осложняют очевидцы. Стараются вытащить из покореженных машин пострадавших людей. Делать этого не стоит, напоминают спасатели. Можно еще больше навредить. Лучше дождаться профессионалов, для которых ЧП – это ежедневная работа. Олеся Хорецкая, Максим Гусев, События. 653 кружки чая и 2 литра валерьянки. Именно столько понадобилось, шутит жюри Всероссийского конкурса «Учитель года», чтобы выбрать самых лучших. В Самаре подвели итоги первого этапа профессионального соревнования. Из 85 участников борьбу за большого хрустального пеликана продолжат только 15. Теперь их ждут новые испытания. Какие именно, знает Андрей Горгуленко. Богата самарская земля на замечательных учителей. 63-й регион вновь среди лидеров конкурса «Учитель года». Анжелика Зимина, учитель русского языка и литературы из Сызрани, стала одной из 15 педагогов, вышедших во второй этап. На конкурсе не отступала от своего принципа – делай, что должен и будь, что будет. И добилась успеха, хотя конкуренция была очень высокой. Сомнения были, поскольку все участники очень яркие, самодостаточные, талантливые. Мы за время конкурса сдружились, мы перестали быть соперниками. И мне кажется, что в любом случае здесь проигравших нет. Здесь на самом деле все победители. География конкурса поражает размахом. От представителей Калининградской области до учителя Чукотского края. Среди вышедших во второй этап почти треть педагогов учат детей русскому языку. Также больше одного представителя имеют биология, английский язык и история. Как раз историком является Иван Филатов из Казани. Признается, приберег пару козырей на второй тур. Мы работаем каждый из педагогов по своей методике. Соответственно, эта методика должна у нас прослеживаться от, грубо говоря, первого этапа написания эссе, заканчивая, ну, то есть надо пройти через урок, метод семинара и, соответственно, мастер-классовым. Поэтому, ну, конечно, какие-то интересные вещи, фишки у меня всегда заготовлены, но линия будет соблюдена. Времени на празднование почти нет. Второй этап начинается практически сразу. Лауреатов ждет несколько испытаний. Остальные участники конкурса пока домой не уезжают. Они станут судьями и наравне с родительским, ученическим и большим жюри будут заниматься, пожалуй, самой сложной работой – оценивать выступления своих коллег. Да, конечно, тяжело. Это, в общем-то, вы знаете, это самая ответственная и, наверное, самая тяжелая процедура. Уровень очень высокий. Вы знаете, я играю в конкурсе с 94-го года, с прошлого века, вот, и наблюдаю, как вырастает, в общем-то, профессионализм. В коридоре школы номер 132 уже есть своеобразная аллея славы первого этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Для этапа второго место также подготовили. Будет ли здесь фотография Анжелики Зиминой из Сызрани или кого-то другого, мы узнаем совсем скоро. Андрей Грагуленко, Василий Колдашов. События. Судить финалистов конкурса «Учитель года» 2016 будет ректор МГУ Виктор Садовничий. Он уже более 20 лет возглавляет большое жюри. Как проходит конкурс в Самаре, ректор обсудил с губернатором Николаем Меркушкиным. Губернатор пожелал Виктору Садовничему удачной работы на конкурсе. 1 октября ректору МГУ предстоит назвать имена пяти финалистов, которые поедут в Москву, где им предстоит побороться за звание абсолютного победителя. Тольятти получил статус территории опережающего развития. Необходимые документы подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. В результате должна вырасти инвестиционная привлекательность Автограда. Статус территории опережающего развития предусматривает налоговые льготы, снижение арендной платы и тарифы по страховым взносам для всех резидентов. Предполагается, что за три года в Тольятти появится около 12 тысяч новых рабочих мест. Заявка правительства Самарской области была рассмотрена во внеочередном порядке. Новый статус будет выгоден не только для Тольятти, но и для всего региона, отметил губернатор Николай Меркушкин. Я уверен, что будет много желающих, которые захотят здесь создать рабочие места, развернуть свой бизнес и местные тольяттинцы, и самарцы, и за пределами нашей области, и даже зарубежной. А льготы такие, что даже в особых экономических зонах этих льгот нет. Новый творческий проект для школьников, который интересуется освоением космоса. Самарский университет имени Королева и фонд «Живая классика» заключили соглашение о сотрудничестве. Каждый год организаторы проводят масштабный детский литературный конкурс. Участие принимают более 2,5 миллионов школьников из России и еще 80 стран мира. Финальный этап проводится в Международном центре «Артек», а суперфинал на Красной площади в Москве. Конкурс гуманитарный, но, как показала статистика, за 5 лет большинство его участников поступают в вузы на технические специальности. Теперь победители конкурса смогут пройти инженерную подготовку на базе лабораторий Самарского университета в Артеке. И даже создать детский, но вполне серьезный наноспутник, запуск которого будет курировать корпорация «Роскосмос». Для университета это еще один способ привлечь талантливую молодежь к космической тематике. Если «Живая классика» работает с двумя с лишним миллионами, наверное, ребятишек, в 80 странах, во всех регионах России, значит, мы должны быть в этой обойме, мы должны помогать. У нас много творческих различных кружков, лабораторий, мастерских, где ребятишки занимаются даже с дошкольного возраста и далее. А уж вот возраст, который там от 10 до 16 лет, это самый такой продуктивный школьный возраст. Этот конкурс – это только возможность для формирования детского такого интеллектуального сообщества. А дальше дети будут развиваться в самых разных направлениях, в том числе это технические специальности, и нам нужно дать им такие возможности. Береги пенсию с молоду. 29 сентября – единый день пенсионной грамотности в Самарской области. Эта акция стала уже традиционной, она проходит в пятый раз. Школьникам и студентам рассказывают о том, что нужно делать, чтобы в старости получать достойную пенсию. Старт компании в Самаре дан в экономическом университете. Интересна ли эта тема современным студентам, узнала Лариса Шалафаст. У студентов экономического факультета необычная лекция. Специалисты пенсионного фонда рассказывают, как устроена пенсионная система, что такое пенсионная формула и из чего она состоит. Студенты признаются, раньше о таком далеком будущем и не задумывались. Теперь эта тема стала более интересной. Я же заботюсь о своем будущем. Мне важно знать, какая у меня будет пенсия. Пенсионный фонд России проводит кампанию по повышению пенсионной грамотности с 2011 года. Основная задача таких уроков – сформировать у молодежи новую финансовую культуру. В 2015 году в Самарской области прошло более 500 уроков пенсионной грамотности для 17 тысяч человек. Основной смысл лекции будет о том, что чем работая, вы должны получать как можно больше белой зарплаты в объеме, как можно дольше работать, чтобы следить за тем, чтобы работодатель правильно перечислял за вас страховые взносы, тогда к достижению пенсионного возраста у вас будет достойная пенсия. Чем раньше ты об этом задумаешься, тем более солидный будет у тебя пенсионный капитал. И поэтому такие встречи для студентов 19-20 лет являются, так сказать, программной работой на будущее. Студентов знакомят с учебником «Все о будущей пенсии» для учебы и жизни. Издание специально подготовлено Пенсионным фондом России. Такие познавательные встречи в Самаре будут проходить до конца года. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. Выпуск продолжит новости экономики. Я передаю слово нашему обозревателю Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Цена на нефть резко пошла вверх на фоне переговоров стран-членов ОПЕК о возможном ограничении добычи сырья. Сегодня стоимость одного барреля марки «Бренд» превысила 49 долларов. Американская валюта потеряла в цене. На 30 сентября Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 15 копеек. Евро 70 рублей 88 копеек. Золото стоит 2723 рубля, серебро – 39 рублей 31 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 64 рубля 76 копеек. Дороже всего продать за 61 рубль 64 копейки. В августе объем выданных в России кредитов вырос почти на четверть. Производство «Лада Веста» с новым мотором начнется уже в октябре. Авиакомпания «Руслайн» откроет трансферные перелеты из Самары через Екатеринбург и Тюмень. А на зимнее содержание части Московского шоссе и Новосадовой в Самаре направят 13 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах! 75-летие исторического парада в запасной столице отметят с размахом. 7 ноября традиционно на площади Куйбышева пройдет парад памяти, основанный на реконструкции исторического события. В торжественном шествии примут участие войска Приволжского федерального округа, а также Воронежской области, Республик Ингушетии и Белоруссии. Впервые по площади пройдут парадные расчеты юнармии. Среди шествующих будут колонны трудящихся и ветеранов. Главной темой парада станет присвоение Самаре статуса «Город трудовой и боевой славы». Прохождение войск будет сопровождаться концертной программой, тематическими площадками и выставкой исторической техники. Участников и почетных гостей парада наградят памятными знаками. Наш парад ставит, наверное, не только задачу такого организованного, да, там, и прохождение, и отточенного строевого шага, что, безусловно, должно быть на каждом параде, а имеет прежде всего идеологическое, да, содержание. А теперь коротко о других темах дня. Сотрудники Самарской организации «Самара. Взрыв. Технологии» погибли под Санкт-Петербургом, сообщает сайт «Волга. Ньюз». ЧП произошло при утилизации боеприпасов. Следственный комитет по Санкт-Петербургскому гарнизону по факту взрыва проводит проверку. По предварительной информации пострадали шесть человек, трое из которых погибли. Самарская организация арендует у военных часть территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Кировском районе Самары из-за пожара были эвакуированы жильцы дома. В 11 утра сотрудники МЧС получили информацию о возгорании квартиры на улице Минской. На место происшествия направили 19 пожарных и 5 единиц спецтехники. В пожарные эвакуировали из здания 11 человек. Возгорание удалось ликвидировать за 15 минут. Всего же за минувшие сутки в Самарской области произошло 5 пожаров. В Сызрани сотрудники транспортной полиции поймали троих подростков, которые подкладывали камни на железнодорожные пути. Об этом в полицию сообщила дежурная по станции Канаде и Новоспасская. Нарушителей удалось найти. Дети в возрасте от 9 до 13 лет сознались в содеянном и заявили, что не задумывались о возможных последствиях. Самарцев ждет массовая рассылка налоговых уведомлений. Она начнется в октябре. Получить сводные налоговые уведомления собственники имущества смогут в почтовых отделениях по месту регистрации без очереди. Пользователи интернет-сервисов НС России и личный кабинет налогоплательщика для физических лиц получат налоговые уведомления в электронном виде через сервис. Заплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2016 года. Нашествие индейцев ожидается в музее Алабина. 4 октября там откроется выставка Германа Феоктистова «Священный круг жизни». Самарцы смогут увидеть 80 бронзовых миниатюр и 37 работ, выполненных из серебра и меди. Над выставкой скульптор трудился более 20 лет. Главными героями его работ стали индейцы, их жизнь и традиции. Сопровождаться выставка будет работами фотохудожника Андрея Скоробогатого, сделанными в разные годы на фестивале индейской культуры, регулярно проходящем под Санкт-Петербургом. Искушение кисти великого художника. В Самаре представили выставку Пабло Пикассо, которую еще не видели в России. Эротические литографии вызвали шквал осуждения, но и восторженные публики не меньше. 18+, возрастное ограничение оправдано, но все же творчество гения стоит того, чтобы обратить на него свое внимание. Марианна Мирная оценила. Среди черно-белых полотен литографий, вдохновленных различными мотивами, от цирка, кориды и театра, без сомнения, веет атмосферой гениальности. Пабло Пикассо открылся с новой стороны. Посетители выставки безмолвно изучают и пытаются осмыслить то, что видят. Картины рождают сомнения и восторг одновременно. Выставка такие смешанные чувства оставила, потому что нужно ее, наверное, сплети домой и подумать, и осознать. Потому что Пикассо представлен здесь именно с новой стороны. Но это неплохо, это именно хорошо, потому что дается такая возможность увидеть одного из любимых художников с новой стороны. Основу выставки представляет наиболее откровенная часть работ «Сюит-347». Как в калейдоскопе, здесь персонажи сменяют друг друга и закажущимися на первый взгляд бушующими фантазиями художника скрывается и юмор, и сарказм, и сила жизни. Скандал, эротическое шоу только для взрослых. Такие только отзывы не появились в социальных сетях после просмотра выставки Пабло Пикассо. 88 работ впервые открывают российскому зрителю новые грани гениального художника, приоткрывая еще одну страницу его кипучего и страстного творчества. Выставка Пабло Пикассо продлится до 27 ноября, так что у зрителей еще есть время определиться со своими вкусовыми предпочтениями и моральными принципами, чтобы понять для самого себя, стоит ли идти. Возрастное ограничение 18+. Мариана Мирная, Григорий Пешаков, События. Как связаны с Самарой и губернией, Денис Давыдов говорил Державин Лев Толстой. Ответ в лекции краеведа Михаила Перепелкина. В городе продолжается цикл просветительских встреч историков и горожан. На этот раз лекция носила название, позаимствованное у аргентинского автора Луиса Борхеса. Алина Чемерис продолжит. Писатели, чьи судьбы связаны с Самарой. Одни, как Максим Горький, здесь жили и творили. Другие, как Александр Пушкин, были в губернии проездом. Яркие фигуры творцов русской словесности, доктор наук и краевед Михаил Перепелкин рассматривает сквозь призму десятков, а порой и сотен лет. Даже великие судьбы, говорит, издали могут быть похожими на мух. Когда время бежит, уходит, а оно неостановимо, самые крупные фигуры, в том числе и писатели, превращаются вот в этих самых издали, похожих на мух. И тогда требуются усилия специалистов, и требуются специальные приборы для того, чтобы вот в этих самых мухах рассмотреть очень неординарные фигуры с своими захватывающими, иногда радостными, иногда трагическими, иногда там еще какими-то судьбами. Истории, о которых многие даже не слышали. Как связаны с Самарой Гавриил Державин и Денис Давыдов. Первый здесь вел дознание арестованных пугачевцев, второй некоторое время жил с супругой в поместье под Сызренью, где и умер. Память о себе на Самарской земле оставил и Лев Толстой. В селах Гавриловка и Патровка он изучал метрические книги, чтобы понять причину высокой смертности населения. После его отчета в Самару стала приходить материальная помощь. В губернии жил и еще один писатель Иван Дмитриев. Его ребенком во время Пугачевского восстания родители увезли из этих мест. Позже именно его воспоминания помогут Пушкину написать капитанскую дочку. Именно он, Иван Иванович Дмитриев, побывал на казни Пугачева. Именно он увидел, как эта самая голова, которая, как нам Пушкин пишет в «Капитанской дочке», которая только что поклонилась на все четыре стороны, вот она покатилась по брусчатке, ее подняли и показали народу. И это с его слов, собственно, Пушкин и написал вот эту сцену в «Капитанской дочке». Очень люблю нашу чудесную, просто великолепную историю. И, конечно же, хочу постоянно узнавать что-то новое, так сказать, копнуть поглубже, чтобы дополнить свои маленькие знания о нашем большом и замечательном городе. Такие встречи необходимо проводить. Город открывается для всех с какой-то новой стороны. Лекции по истории города проходят в пресс-центре «Самарской газеты» каждый вторник. Следующая состоится 4 октября в 19.00. Экскурсовод Катерина Ревинская расскажет жителям о мистической и подземной Самаре. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Испытать себя на прочность сможет любой самарец. Губерния в числе 17 регионов России получила право тестирования взрослого населения в этом году в рамках комплекса ГТО. В прошлом году прошли первые официальные испытания среди школьников. 26 из 1200 участников получили знак отличия ГТО. Это не самый хороший результат, говорит министр спорта Самарской области. Он свидетельствует о низкой физической подготовке подростков. Сейчас идет работа по организации сдачи норм ГТО на предприятиях. Чтобы повысить физическое здоровье и спортивную подготовку населения, в области проводятся различные спортивно-массовые мероприятия. Проводится спартакеада трудовых коллективов Самарской области, где команда победителей командируется на всероссийский этап спартакеады. В 2013 году команда Самарской области заняла пятое место среди 84 субъектов Российской Федерации. То есть, в принципе, неплохой показатель. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Игорь Руженников в детстве играл в хоккей в турнире «Золотая шайба». И даже после серьезной травмы он потерял ногу. От мечты стать профессиональным спортсменом не отказался. Долгие десятилетия Игорь наслаждался игрой с трибун или у экрана телевизора. Год назад он снова вышел на лед. Стал играть в слэдж-хоккей. На специальных санях с двумя клюшками. В остальном игра паралимпийцев ничем не отличается от классической. Те же правила – экипировка и площадка. Мы должны выйти на лед сначала, научиться кататься. Это первое правило, которое нам сказали наши товарищи, которые давно уже играют в Судмуртии. Кататься, кататься, еще раз кататься, чтобы начать играть. Мы там три дня полностью тренировались с командой. Физическая подготовка, лед, физическая подготовка, бассейн. Каждый день. Естественно, выходили, пробыли. Первые полчаса падали. Потом уже научились ездить по прямой. И уже в конце даже поворачивали на скорость. Впервые слэдж-хоккей «Самарские инвалиды» увидели пять лет назад на Красной площади. Потом были на выставочном матче в Тольятти. Только после этого паралимпийцы поехали в Ижевск, в хоккейный лагерь, за свой счет. Сейчас в команде «Самара» восемь человек и шесть саней с клюшками. Тренируются пока без экипировки. А нужно снаряжение, как в обычной игре, для трех пятерок и пары голкиперов. Это вопрос не создания команды даже не одного года, потому что по анализу, вот я читал сколько, для того, чтобы только хорошо раскататься, не говоря уже о слаженности команды, нужно порядка 500 часов человеку провести на льду. То есть реально это, если даже каждый день кататься, это год работы. Самарский слэдж-хоккей начал развивать Центр поддержки инвалидов «Мой мир». Департамент спорта города нас направил написать проект. Мы его написали и выиграли трое саней первых, за что им огромная благодарность. Одни сани сейчас стоят больше 100 тысяч. Для нас это очень важно. Важно, что люди с ограниченными возможностями получают равные возможности со здоровыми спортсменами заняться в том числе и такой сложной дисциплиной, как слэдж-хоккей. И если когда-нибудь данная команда вдруг заявится на участие в какой-нибудь лиге, мы будем очень этому рады, будем приветствовать и, конечно, всесторонне помогать. Спортивные организации обещали помочь команде по слэдж-хоккею с тренером и экипировкой. Лед хоккеисты уже получили. Прошла первая тренировка. Теперь в понедельник и четверг на стадионе «Салют» в полдень они будут оттачивать мастерство. Первые товарищеские матчи Самара готова сыграть с командами Ижевска, Москвы и Оренбурга. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Наш выпуск завершен. До встречи.